Достигай Израиль и весь мир Шалому Браха, возлюбленная мира и благословений вам сегодня. Синтия, сегодня я начну цикл по одной из своих самых любимых книг в Библии «Послание к римлянам». Это один из самых полных доктринальных документов в Новом Завете. В нем рассматриваются почти все доктрины, касающиеся нашего спасения. Ты читала «Послание к римлянам» раньше. Это одна из твоих любимых книг. Да, это одна из моих любимых книг. Она так богата диамантами Божьими, которые позволяют твоей вере укорениться. «Послание к римлянам» содержит много таких вещей. Мне нравится использовать его в качестве ресурса, когда я не понимаю что-то. Библия — это огромная книга. В ней множество разных историй. Но «Послание к римлянам» так хорошо и так последовательно излагает все, что ты сразу начинаешь видеть смысл, видеть всю картину. Ты абсолютно права. Знаете, хороший тренер часто возвращается со своей командой к основам. Вся игра строится на том, чтобы правильно усвоить фундаментальные вещи. И «Послание к римлянам» наставляет нас в фундаментальных основах того, что значит быть последователем Царя Иисуса. А в наше время, когда есть так много ложных Евангелий, этот курс по «Посланию к римлянам» поможет вам обновиться и снова укорениться в истинной вере. Слушайте и будьте благословенны. Шалом! Шалому браха, мира и благословения вам из лесной чащи Колорадо. Я в восторге, потому что сегодня мы начинаем новый цикл «Путешествие по посланию к римлянам». «Послание к римлянам» — это величайший богословский труд во всем Новом Завете. Иными словами, Павел в «Послании к римлянам» проводит нас через ключевые доктрины нашей веры, подводя нас к искуплению через Мессию Иешуа. В Новом Завете нет такой другой книги, которая была настолько же полной, как «Послание к римлянам». В вопросе определения для нас ключевых доктрин нашей веры в Новом Завете через Мессию Иисуса. Мы не можем пренебрегать этой книгой. Я помню, как много лет назад, когда я только уверовал, еще в конце 70-х послание к римлянам использовали для того, чтобы привести людей ко спасению. И у людей была такая фраза «Я проведу тебя путем римлян». Все потому, что в римлянам мы видим доктрину о грехе. Мы говорим о том, как еврейская Библия подготовила все для прихода Мессии. В римлянам мы видим важность крови. Послание к римлянам называли «дорогой римлян» или «путем ко спасению», потому что человек, который делился верой, приводил другого через послание к римлянам, показывая человеку ключевые вещи, которые мы должны понимать, чтобы принять Мессию Иисуса как спасителя. Итак, давайте начнем с молитвы. «Бог Отец, мы поклоняемся Тебе и благословляем Тебя сегодня. Отче, мы благодарим Тебя за славу Твою, стоя среди красоты Твоего величия. Каждая из этих сосен направлена в небо и воздает Тебе славу. Отче, мы просим Твоего помазания, Твои силы, когда я буду делиться чудесной частью Твоего Слова во имя Мессии Иешуа. Аминь и аминь». Я буду рассматривать эту книгу последовательно. То есть я не буду прыгать туда и сюда. Я буду проходить главу за главой. Я не буду рассматривать в отдельности каждый стих, но обращу внимание на стихи, на которых нам нужно будет остановиться в этом цикле. Итак, давайте начинать. «Римлянам 1.1». «Трава засыхает, и цветы вянут, но Слово Божие пребывает вовеки». Вот оно, Слово Божие. Если вам кажется, что мой голос немного изменился, то это потому, что я на большой высоте, и мой голос хрипит чуть больше. Итак, Павел или Шаул на иврите – раб Иисуса Христа. Большинство из нас знает, что Слово «Христос» – это помазанник на греческом. Мы говорим о Мессии. Павел – раб Мессии Иисуса. Машеха и Яшуа на иврите. Призванный апостол. Слово «апостол» происходит от еврейского слова «шалиах», которое означает «посланник». «Эмиссар» или «апостол». Я называю себя «шалиахом», потому что я посланник Иисуса. А вот как Шауль или Павел представляет себя. Кстати, интересно то, что мы называем Павла Павлом. Но когда Павел описывает свой опыт спасения в деяниях, то рассказывает о том, как ехал в Дамаск, чтобы арестовывать иудеев, верующих в Иисуса. И когда он выслеживал иудеев, верующих в Иисуса, внезапно его ослепил яркий свет с небес. После этого Павел услышал голос, который обратился к нему на диалекте ивритом. Когда Иисус призвал Павла и дал ему поручение, он не называл его Павлом. Иешуа обратился к нему, назвав его еврейское имя Шауль. Павел говорит, «Я слышал голос, который обратился ко мне на иврите». Павел услышал, «Шауль, Шауль, я Иешуа, которого ты гонишь». Но давайте вернемся к тексту. «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, шалиах, посланник, избранный к благовестию Божиим». Я хочу сделать паузу на минутку, чтобы показать практическое применение всего этого в нашей жизни. Павел описывает себя как человека избранного, отделенного ради Евангелия. И так оно и было. Все мы отделены. Я хочу, чтобы вы приняли эту истину в своей жизни. Вы отделены. Часто на своем пути я ощущаю одиночество, потому что мне нужно пройти определенный этап, потому что я не часть мира. Из-за этого я не участвую во многих разговорах, в которых участвовал бы, будучи частью мира. И так как я и вы отделены для Евангелия, это означает, что мы должны принести в свои отношения радостную весть о Мессии и Иисусе. Мы знаем, что часто это приводит к разделению в отношениях. Иными словами, даже здесь, в Колорадо, я постоянно знакомлюсь с новыми людьми. И люди мира говорят, как люди мира. А люди небес, рожденные свыше, имеют другую систему ценностей. Мы говорим на другом языке. Мы говорим о других вещах. Мы несем абсолютную истину. Очевидно, что бывают времена разделения, потому что мы отделены. Павел говорит, что каждый, кто желает жить благочестиво во Христе Иисусе, будет гоним. Подумайте о жизни Павла. Его гнали, потому что он был отделен. Его избивали палками. Он провел большую часть своей апостольской жизни, служа миру через послания, которые он в основном писал в тюрьме. Все потому, что его гнали за то, что он был отделен. И я хочу, чтобы вы понимали это. У Бога есть призвание для вас. Он отделил вас для него. Вы уникальны на этой земле. Но, по правде говоря, многие из нас не живут так, словно мы уникальны. Многие из нас не готовы следовать этому призванию. После того, как Павел представлялся, он рассказывал о своем призвании. Но в Новом Завете мы читаем, что все мы призваны. Мы с вами призваны из этого мира. Иисус сказал, что если вы от мира, то мир будет любить вас. Но, поскольку Иешуа избрал нас из мира, мир ненавидит нас. Вновь и вновь Павел называет нас призванными Божиими. Я просто говорю о том, что некоторые из нас не готовы принять бремя призвания. Подумайте об Израиле. Они были первенцем Божьим. Израиль — это первый народ Божий в Завете. Но посмотрите на цену, которую пришлось заплатить Израилю за свою уникальность. Они все время были гонимы со времен своего призвания. Я хочу ободрить вас, чтобы вы были готовы пострадать ради своего призвания. Павел говорит нам в послании к филиппицам, что он желал знать Иешуа и Иисуса в силе его воскресения и в участии в его страданиях. Павел принимал участие в двойном общении на своем пути с Мессией. С одной стороны, он знал Иисуса, в силе его воскресения. А с другой стороны, он знал Иисуса в участии в его страданиях. Он знал, каково это — быть отвергнутым из-за Иисусом. Он знал, каково же это — чувствовать одиночество из-за непринятия. Это часть нашего призвания. Я хочу показать, что это касается не только Павла, но и нас с вами сегодня. Напоминаю, что само послание к римлянам, которое мы рассматриваем с вами сегодня, называли «дорогой римлян» или «путем ко спасению». Потому что человек, который делился верой, приводил другого через послание к римлянам, показывая человеку ключевые вещи, которые мы должны понимать, чтобы принять Мессию Иешуа как своего спасителя. Я хочу, чтобы вы отдали себя Иисусу ради Его главной цели в вашей жизни. Он хочет преобразить вас в свой образ. Сегодня утром я пытался поделиться посланием, которое позволило бы им понять, чего ожидать от моего служения. Мы должны стать слугами. Должны перестать лгать. Перестать красть. Мы должны проводить время с Ним. Возлюбленные, мы должны отдать себя Христу. Библия говорит в послании к римлянам 11 главе, что когда евреи принимают веру, это жизнь из мертвых. Я молюсь о том, чтобы Бог делал что-то, что будет больше меня. Я хочу, чтобы Он дал этим пастырям божественное погружение в Духе Святом. Я хочу, чтобы их жизни изменились, их обстоятельства изменились полностью. Пасторы, которые приехали сюда, говорят, что они не вернутся назад прежними. Мы получили невероятные откровения и слова. Равин пытается объединить Ветхий Завет с Новым. Он объясняет слово так, чтобы люди поняли это сразу. Ни один человек, посетивший это собрание в Уганде, не вернулся домой прежним. Все изменились. Давайте продолжим. Сказано так, Павел, избранный к благовестию Божию. Все мы знаем, что слово Евангелие — это радостная весть. Часто люди слышат слово Евангелие, и оно кажется им анахронизм. Иногда нам приходится придумывать что-то, чтобы передать людям ту мысль, которую им хочет передать Бог. Иногда, используя библейские понятия, нам нужно объяснять их значение. Ведь если мы не будем делать этого, то, используя библейские понятия, которые иногда использовались неверно или чрезмерно, люди будут неправильно нас понимать. Такова сущность языка. Второе имя моей сестры — гей. Люди начали относиться к этому имени так, как это не задумывалось изначально. Ведь когда мои родители дали моей сестре второе имя — гей, то в то время слово «гей» означало «радостный», и ни у кого не было других мыслей об этом слове. Но, как мы знаем, со временем значение слова меняется, и нам приходится объяснять людям, что мы имеем в виду, когда используем библейские слова. Люди слышали эти библейские слова так часто из уст людей, которых они не уважали, или которые не являли настоящего Иисуса, что, слыша, как мы используем эти слова, они не воспринимают их. Они не слышали, что мы говорим. Я говорю об этом, потому что Павел сказал, что мы были отделены для Евангелия Божьего. Когда люди слышат слово «евангелие», то вспоминают юг, древнюю религию, но мы говорим не об этом. Бог реален. Евангелие живо. А что же такое «евангелие»? Это просто радостная весть о Божьей любви. Павел был послан, чтобы люди узнали, что Бог здесь, что Он любит их, что Он с ними, и что Он призывает их покаяться и обратиться к Нему. Если мы сделаем это, Он простит нас и даст нам новую жизнь, будущее и судьбу в Нем. Часто, когда мы хотим поделиться радостной вестью Иисуса с людьми, нам нужно помочь им понять, что мы не говорим о какой-то старой религии. Мы говорим о самой актуальной сущности во Вселенной. Он здесь. Он желает войти в вашу и в мою жизнь, а также жизни наших близких. Он желает стать мостом между нами и небом, чтобы дать нам вечную жизнь, дать мир, радость и полноту. Я всегда осторожно использую библейские термины в мирской среде и объясняю то, о чем я говорю. Павел был послан, чтобы принести радостную весть Мессии Иисуса, то есть Евангелия. И далее второй стих говорит нам следующее. Павел говорит, что это Евангелие, Бог прежде обещал через своих пророков, в Святых Писаниях. Давайте рассмотрим контекст сказанного. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков Своих в Святых Писаниях. Какова же тут суть? Суть состоит в том, что то послание, которое нам принес Павел, и которое мы должны принести людям, это не что-то, что было придумано пять лет назад. Об этом пророчествовали с самого начала. Это не какая-то новинка, которая вскоре исчезнет. Когда мы сегодня говорим с людьми, особенно на Западе, то видим, что они придумывают новые концепции Бога. Я просто поражаюсь тому, как Нью-Эйдж повлиял на западный мир. Нью-Эйдж сильно отличается от того, чем делился Павел. Павел говорил так, «Я несу вам послание, которое базируется на скале Божьей. Я не несу вам какую-то философию, какое-то современное богословие, придуманное человеком лет двадцать тому назад. Я несу вам то, о чем пророчествовали с самого начала. Не знаю, как вам, но мне это придает сил. Я выступаю в оппозиции мира. И даже когда я делюсь радостной вестью с людьми в церкви, то в основном люди, которые называют себя христианами, все равно говорят, «Я христианин, и я никого не осуждаю». Иными словами, они говорят, «Если кто-то не является христианином, то я считаю, что мой путь лучше его. Я не фанатик. Я не считаю себя лучше других. Я не отвергаю другие религии. Я считаю, что христиане не могут говорить, что эта религия не приведет на небо, или что те люди не попадут на небо. Я встречаю много людей, которые называют себя христианами, и при этом не придерживаются эксклюзивного взгляда Иисуса и христианства. Они не понимают. Павел говорит, «Я проповедую вам послание, которое Бог дал нам с самого начала через своих пророков, что Он Сам придет на землю в роли Спасителя. Он возьмет Сам наши грехи и нечестия, понеся их в Своем теле». Исайя 53 глава. «Он будет пронзен за наши прегрешения». Павел говорит, что это послание, которое Бог дал в самом начале. Это древнее основание, которое дал Господь. И поэтому мне грустно, когда люди, называющие себя верующими, не понимают эксклюзивность Иешуа, который говорил, что «Я есмь путь, я есмь истина, я есмь жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня возлюбленные». Ну и в завершение, я хочу, чтобы вы посмотрели на самого Павла. Он отдал все ради проповеди, радостной вести о Мессии Иисусе. Задумайтесь над этим. Он потерял все. Он потерял свое положение уважаемого фарисея в еврейском обществе. Он потерял прибыль, которая была у него, благодаря его положению в религиозном мире. Он потерял уважение современников. Он потерял все. Он попал в тюрьму. Его били и отвергали. Но почему все это происходило? Потому что он верил, что без Иешуа человек погибнет. Позже в послании к римлянам Павел сказал, «Если не поверят, то погибнут». Павел сказал, «Как им поверить в посланного, если кто-то не расскажет им?» Он всю свою жизнь посвятил тому, чтобы рассказывать об этом людям. Он был убежден, что без Иешуа в нашей жизни мы погибнем. Петр сказал, что нет другого имени под небом, которым человек мог бы спастись, кроме имени Иисуса. И каждое колено преклонится, каждый язык исповедует Иисуса Господом. Ни один из многих он не говорил, что другая религия хороша. И третья тоже неплоха, что мы никого не осуждаем, не считаем себя самыми правильными. Это не было тем посланием, которое проповедовал Петр. «Ибо нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись». И это имя Иисуса. Он знал это, верил в это, и поэтому пошел до края земли, чтобы принести это послание другим людям. Он понимал, что без Иисуса моста между небом и землей, единственного пути, который Бог дал нам для прощения грехов, без Иисуса человек погибнет. Я хочу ободрить вас сегодня, придать вам силы и смелости, чтобы вы поняли, что, во-первых, вы были отделены. Примите это. Вам придется пережить отвержение за Иисуса. Это часть призвания. Если вы не готовы принять это бремя, то, как сказал Иисус, вы будете выброшены. Иешуа сказал, что того, кто постыдится его, он постыдится, когда придет с Отцом в славе ангелов. Возлюбленные, вы должны понять сегодня, что Божий Дух на вас. Он призывает вас принять свое положение и призвание в нем, чтобы ходить в нем, будучи уверенным свидетелем, как тот, кого призвал Иисус на этой земле. Господь дал Моисею конкретные указания относительно того, как благословлять детей Израиля в книге числа 6 главе с 22 стиха. Господь сказал Моисею следующее, «Так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит себя Яхва и сохранит себя». Яхва рехехе Яве ва ишмареха Яхва рехехе Яхва Яхве панавелеха Вей асэм будет любить. Пусть Бог благословит вас во имя Иисуса. Я тоже люблю вас. Шалом! Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать стайну Христову. Программа «Узнавай еврейского Иисуса» достигает Израиль и весь мир. В следующем выпуске «Узнавай еврейского Иисуса» Равин объяснит, как вам преодолеть страх, когда вопрос касается проповеди Евангелия. Не пропустите этот выпуск. Возлюбленная Бог дал мне дар прорыва, но для создания возможности прорыва нужны деньги. Вот почему я хочу предложить вам стать ежемесячным партнером передачи «Узнавай еврейского Иисуса». Есть множество людей, которые еще не знают о Господе, и мы не сможем достичь их без вашей помощи. Если Господь благословляет вас через это служение, если вы верите в то, что мир должен услышать те слова, которые я говорю, и что они могут помочь людям, то я хочу попросить вас стать партнером Господа через нашу передачу. Я уверен, что за все, что мы делаем для Царя Иисуса, нас ждет награда. Возлюбленные, благодаря вам мы можем проповедовать Евангелие, которое нам передал апостол Павел. Многие из вас понимают, что нужно исправить то послание, которое провозглашают сейчас. Разбирая послание к кремлинам стих за стихом, мы начинаем понимать, каким на самом деле является послание Евангелия. Люди должны услышать эту истину. Иешуа дал нам поручение, которое состоит в том, чтобы проповедовать Евангелие всему творению. Возлюбленные, мы должны проповедовать то Евангелие, которое вы слышали сегодня. Благодаря вашей финансовой поддержке, миллионы людей по всему миру слышат радостную весть о Мессии Иисусе. Возлюбленные, когда вы участвуете в нашем служении, вы участвуете в подготовке атмосферы Земли к возвращению Царя Иисуса. Вы повинуетесь тому, что Он сказал вам нести радостную весть о Его скором возвращении. Поддержите нас своими финансами, потому что это духовный закон Царства. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудио-проповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и крусейд. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537. На земле многие из нас верны Господу в финансах. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.